Подводные лодки типа «Стерджен» по существу увеличенного и усовершенствованного варианта типа «Трешер» с дополнительной защитой от шумоизлучения и новыми электронными системами были построены в период с 1965 по 1974 годы, став самой крупной серией кораблей с ядерной энергетической установкой из когда-либо сходивших со ступелей до появления лодок типа «Лос-Анджелес». Лодки типа «Стерджен», как и предшествовавшего типа, предназначались главным образом для борьбы с подводными лодками и имели в центральной части корпуса позади боевой рубки по два торпедных аппарата с каждого борта, расположенных под углом к продольной оси. Это позволяло оборудовать больших размеров, чем на лодках с носовыми торпедными аппаратами, торпедный отсек, обеспечить быстрый доступ к приборам, выбор оружия и перезарядку аппаратов. Последние 9 единиц в серии имели удлиненный корпус для размещения большего количества электронной аппаратуры. Что, однако, действительно не получило широкой известности, так это участие этих лодок в одной из самых секретных и защищенных морских разведывательных программ Холодной войны. Осуществление программы, получившей условное наименование «Холли Стоун», началось в конце 1960-х годах и включало использование лодок этого типа для сбора разведывательных данных особым способом вблизи побережья недружественных Соединенным Штатом государств. Дополнительное разведывательное оборудование по сбору информации размещалось в специальных отсеках и использовалось специалистами Агентства национальной безопасности, которые специально командировались для выполнения задачи. В ходе выполнения этих операций произошло несколько столкновений с подводными и надводными кораблями, заканчивавшихся в ряде случаев повреждениями американских лодок. По меньшей мере в одном из инцидентов, задействованная в программе «Холли Стоун», подводная лодка на несколько часов была уложена на дно в советских территориальных водах на Дальнем Востоке. Как и лодки типа «Трешер», лодки этого типа в дальнейшем были оснащены системой управления огнем МК-117 и ГАК-5, а также ракетами с подводным стартом «Гарпун» и «Тамагав». 22 лодки, включая 5 единиц, действовавших по программе «Холли Стоун», находились в составе Атлантического флота и 15, включая оставшиеся 4 лодки программы «Холли Стоун», в составе Тихоокеанского флота. Подводные лодки ВМС США «Хакбипл», «Пентадо» и ряд других были оборудованы установленными в кормовой части корпуса глубоководными спасательными аппаратами, предназначенными для отделения от лодки и спасения экипажа при возникновении аварийной ситуации. С помощью ядерной энергии можно регенерировать воздух длительное время, поэтому подводные лодки типа «Стерджен» с корпусом, оптимально приспособленным для действий под водой, не испытывали необходимости всплывать на поверхность в течение всего периода патрулирования. Автономность зависела только от выносливости экипажа численностью 107 человек. Большая скорость подводного хода в 26 узлов достигалась, в отличие от лодок с обычной энергетической установкой, за счет использования паровых турбин. Пар производился в паровом котле, нагрев которого осуществлялся за счет теплообмена с реактором. Вода циркулировала по замкнутому циклу для уменьшения ее потерь. В отличие от конусообразных быстроходных корпусов ранних типов лодок, «Стерджен» имел длинный, низкий надводный борт, параллельно продольной оси, что позволило обеспечить больший внутренний объем лодки. Обводы легкого корпуса были плавными и гладкими, лишенными ненужных выступов, которые могли вызвать кавитацию и стать причиной повышения шумности. Винт большого диаметра за крестообразно расположенными рулями вращался валом, проходившим вдоль диаметральной линии лодки. Большая скорость хода использовалась нечасто, так как ее увеличение приводило к повышению шумности. На патрулирование «Стерджен» должна была двигаться главным образом на малых скоростях хода не только для того, чтобы ограничить возможности обнаружения противником, но и для уменьшения влияния шума воды, возникавшего при обтекании корпуса, на свои средства обнаружения. Они могли применяться в активном, пассивном и активно-пассивном режимах. Активные ГАК использовались выборочно, так как их применение равнозначно подача сигнала радиомаяком, то есть дача извещения о своем присутствии и провоцировании применения против себя самонаводящегося оружия. Американские конструкторы придерживаются мнения, что гидроакустика настолько важна, что ее размещение должно быть приоритетной задачей. По этой причине торпедные аппараты лодок типа «Стерджен» находятся не в носовой части корпуса, а в центре, освобождая пространство для развертывания объемного комплекса «Анбикиюс-6», активного ГАК с большим количеством отдельных приемоизлучающих систем, встроенных в сферу диаметром 4,5 метра 15 футов. Для ведения разведки применялся пассивный ГАК «Анбикиюс-7». Зубы лодок типа «Стерджен» — оружие, применяемое через торпедные аппараты в центральной части корпуса. В зависимости от вида цели это могли быть соответствующие либру торпедных аппаратов, наводящиеся по проводам торпеды МК-48. Также имеющие достаточные возможности для самонаведения, применяемые против подводных и надводных целей на дальностях более заявленных 50 км. Безоболочные ракеты «Гарпун» для внезапных атак надводных целей, ракеты «Саброк» с ядерными зарядами для уничтожения важных подводных целей на больших дальностях или мины.